друзья всем привет и в этом ролике мы будем обсуждать настройки пишущих камер потому что многие хотят получить картинку более качественно а эти все камеры большинство современных камер умеет показывать более качественную картинку при правильной настройки и если вам это интересно я немножко об этом сегодня расскажу если вы специалист какого-нибудь высокого уровня уже видеограф фотограф и так далее я думаю вы ничего нового здесь не узнать поэтому выключайте это видео смотрите другие какие-то ролики и так далее а сегодня будет для тех кто вот прям для создать для самых маленьких расскажу немножко подробнее как это все работает потому что под предыдущим видеороликом который я выкладывал про плагин real steady про стабилизацию в камеры gopro с помощью плагина там столько экспертов понаписала комментариев что у меня просто ужас короче ужас надо что-то с этим делать поэтому сегодня немножечко такое как бы скажем углубленный анализ как это все работает для чего это все нужно какие настройки выставлять что получить более-менее красивую картинку стандартного рецепта унифицирована нет типа я не могу стать выставить это вот это вот это вот это и вот это вот так и тогда будет все классно не то на самом деле все зависит от того как вы хотите снять для чего вы это снимаете каких условиях снимается также стоит еще вопрос остро вопрос нужно ли вообще вообще все это потому что зачастую снимаю в ручных режимах где вы полностью контролируете рак работу камеры картинка получается но слегка не такой яркой насыщенной контрастной резкой и так далее как она могла бы быть стандартных настройках для этого нужно заниматься немножечко обработкой что я в принципе и потом тоже покажу но в целом для того чтобы иметь возможность этим заниматься нужно правильно снять видос чтобы хотя бы какой-то материал выходил с камеры которым можно как-то обрабатывать сразу скажу что опять же не все камеры могут себе такое позволить современные камеры которые вышли наверно 2019-2020 году уже могут практически все правильные вещи делать но если у вас например дешевая китайская экшен писалка которая никаких настроек не имеет то я думаю вы ну просто в пролете здесь вы ничего не можете сделать камера выдает картинку которую она выдает что-то там пытаться покрасить я думаю смысла особого нет и так давайте по азам как контролирует камера количество света и картинку который туда поступает три стандартных параметра я думаю все их знают на так сказать диафрагма выдержка и iso комбинация этих трех параметров вы меняет то как выглядит картинка ну и еще фокусное расстояние но когда у нас камера вот такая с одним объективом тут ничего не меняется тут обычно особо об этом речи не идет как в принципе о диафрагме но одни на они мы сегодня тоже немножко поговорим диафрагма или в простонародье дырка то есть такой вот сленг у фотографов да да так называют дырка от бублика призвана контролировать количество поступаемого света и количество резко изображаемого пространства скажем так и выражается диафрагма обычно в дробных числах то есть это дробь наверху единичка и снизу какое-то другое число обозначает она соотношение между отверстием входным то есть ходим зрачком и фокусным расстоянием получается так что чем ниже снизу число тем меньше света проходит тем меньше отверстия и чем ближе этот дробь к единице то есть один к одному тем по идее отверстие у нас больше становится и пропускает больше света кроме того естественно лучи заходят не параллельно в объектив а со всех сторон вот так и соответственно чем больше мы делаем отверстие тем шире заходят эти лучи и тем меньше у нас получается резко изображаемого пространства сейчас мы например снимаем на f114 то есть отверстие входного зрачка в 1 и 4 раза меньше чем фокусное расстояние но это очень неплохо получается видите сзади все достаточно размазанная достаточно четкий второй термин это затвор или или выдержка выдержка это скорее даже для фото наверное съемки выдержка это все-таки не то а вот скорость затвора это наверно ближе к видео тематике вообще термин очень старые пришел со старых камер где еще как контролировалось количество пропускаемого света диском который вращался поэтому в зависимости от того какое количество диска было свободно и пропускала свет а вторая часть была закрыта зависит в зависимости от этого выставляли разные углы шаттер спида то есть о скорости затвора стандарт считается 180 градусов конечно можно делать больше где можно делать меньше 180 градусов означает что половина диска является открытой половина диска закрыты если у вас например 270 градусов то значит три четверти диска вас открыты и только четвертинка вас закрыта зависимости от того какого какого скорость затвора естественно меняет количество света то есть чем дольше открыт сенсор ну или в старое время пленка для света, тем больше он собирает его. Но в то же время и объекты, которые движутся, если вы, например, снимали на какую-нибудь мыльницу вечером, то вы замечали, что если вы немножко додернете рукой, то картинка получается слегка смазана. Такой же эффект достигается в видеосъемке, но он обычно даже желает. Если у вас что-то движется в кадре, то чем меньше у вас скорость затвора, тем больше она смазывается от одного кадра к другому. То есть выдержка по-простому контролирует количество света, поступающего, опять же, в камеру. То есть чем дольше открыто, тем больше света проходит. И количество моушн-блюра, так называется, движение, которое происходит, начинает размываться. В современном мире измеряется уже реже градусами, хотя на некоторых камерах она все так же выставляется в градусах. То есть на тех же Panasonic, у меня было два Panasonic, там Shutter Speed выставлялся, то есть скорость затвора выставлялась через именно градусы. Если вы хотите, вы можете выставить. Это очень удобно, потому что меняя фреймрейты, то есть скорость кадров в секунду, автоматически подстраивается скорость затвора на 108 градусов. Что означает это в реальности? Это то, что у нас скорость затвора по стандарту должна быть всегда в два раза выше, чем скорость кадров. Предположим, вы снимаете видео со скоростью 30 кадров в секунду. Но предположим, значит у вас скорость затвора должна быть в два раза выше, то есть 1,6. Если вы снимаете со скоростью 60, то значит 1,120. 50, 1,100. И так далее. Но это не всегда обязательно так. Это просто стандарт, который принят в кинематографии. Там они всегда снимают... Это просто железное правило, всегда снимается так, кроме какого-нибудь жесткого арт-хауса. Есть ребята, которые снимают со скоростью, там, например, 360, и у вас получается просто максимально такая прям суперплавная картинка, слегка мазня получается. В некоторых случаях это даже, например, нужно. В некоторых случаях это нужно, но не всегда. То есть вы, например, используя 50 кадров в секунду, снимаете скоростью затвора 1,5. Некоторые снимают, например, где-то между, 1,8. То есть от этого зависит, насколько у вас будут плавные движения. Но я сейчас еще покажу на примерах, перебачивать здесь нельзя. Я снял три фрагмента одного и того же эпизода с немножко разными настройками. То есть везде отличается лишь скорость затвора. Посмотрите внимательно на третий фрагмент и скажите, какая картинка вам кажется максимально реалистичной, максимально правдоподобной, максимально киношной. После этих фрагментов справа вверху будет опрос. Выберите вариант, который вам понравился больше всего. Ну и последнее, ISO. ISO это значение чувствительности. Пришло, это вообще стандарт, который используется в аналоговой фотографии изначально. Сейчас он используется и в цифровой фотографии. Обозначал в свое время чувствительность пленки, которая использовалась. И чем ниже число, тем ниже чувствительность пленки. То есть оно всегда 100 и потом умножается на 2. То есть 100, 200, 400, ну и так далее. Я думаю, пленочной фотографией многие занимались. В современном мире это обозначает обычно усиление просто сенсора. То есть как она софтвердно, программно усиливается уже в камере. И зачастую, чем меньше усиление, то есть чем ниже чувствительность сенсора, тем меньше он схватывает шумов. И соответственно грани чище, объекты чище, а полутона мягче и так далее. Конечно же это зависит от сенсора. Здесь сенсоры, например, очень маленькие. Поэтому используйте здесь в основном ISO 100, 200, иногда 400. Хотя ISO 400 уже шумит. Оставляя чувствительность на низком уровне, вы получаете футаж более высокого качества. У вас становится больше деталей, меньше шумов. И это всегда хорошо. То есть потом, если вы начнете как-то обрабатывать ролик, в нем не начнут вылезать шумы какие-то в неприятных местах. Но очень часто бывает такое, что даже при ISO 100, то есть при минимальной чувствительности, кадр остается слишком светлым. Поскольку у нас скорость затвора это достаточно низкая, чтобы у нас вот этот motion blur был, то есть размытие в движении, то есть киношная картинка, все дела. И получается, что картинка реально пересвечена. В таких случаях используются затемненные стекла, которые называются ND-фильтры. Они слегка темные. В зависимости от того, что там написано на них, в общем, они бывают от слегка темных до практически вообще наглых затемненных, то есть абсолютно черных фильтров. Они позволяют еще уменьшить количество света, чтобы при правильных настройках камера не давала сильно пересвеченную картинку. Ну и последнее, что ко всему этому стоит добавить, что цвета, которые вы используете в обычной жизни, то есть обычные стандартные цвета, которые выдает камера, зачастую они работают не очень хорошо при покраске. То есть если вы начинаете тянуть, например, контрастность, экспозицию, насыщенность цветов, то она начинает просто рассыпаться. Становятся непонятные цвета, пропадают кадры, пропадают тени, пропадают цвета и так далее. Поэтому в 90% случаев, когда вы снимаете, лучше снимать с пониженной контрастностью, пониженной резкостью и пониженной насыщенностью цветов. Так называемый flat режим, который есть практически сейчас на всех камерах. Конечно, вопрос целесообразности этого всего при 8-битном кодеке остается, конечно, еще открытый, но это так для знающих. Но в любом случае, мне кажется, что это немножечко позволяет более пластично, что ли, красить картинку при меньших потерях в качестве. Если вы, например, возьмете какую-нибудь супер дешевую китайскую, не знаю, SJ4000, самую старую, классическую, которая в свое время, наверное, у всех была, и начнете ее красить, у вас ничего не получится. Картинка как выглядела какает, так и останется какой, потому что там ничего нельзя настроить, картинка сама выходит плохой из камеры, и по факту с этим футажем сделать ничего нельзя. Современная же камера позволяет настроить практически все параметры этих камер, и картинку уже можно реально контролировать. Выходит на такой, который нужно. И дальше мы сейчас уже, давайте посмотрим немножко на примерах. Итак, давайте перейдем теперь к практической части, как должна быть GoPro настроена, для того, чтобы это все более-менее правильно выглядело. Как видно, сейчас у нас на экране уже что-то есть, какая-то картинка показывается. Сейчас она абсолютно стандартные настройки, ничего особенно не настроено, но более-менее как-то оно, в общем-то, снимает. Для начала заходим сюда и выбираем стандартный режим. Разрешение, картинки, ну, это на самом деле дело на любителей. Здесь я выбираю обычно либо 27-ка, либо 4К, обычно 25 фпс, 50 фпс, ну, бывает, тоже снимаю, но достаточно редко. Когда 50 фпс вообще обычно используют тогда, когда вы хотите сделать слому. Я немножко расскажу про фреймрейт, какой здесь следует ставить, чуть позже это будет. Дальше супервью, либо уайт оставляю. Если вы используете чисто под фристайл какой-нибудь жесткий, да, там, крутитесь, вертитесь, то, скорее всего, супервью лучше, потому что оно позволяет больше в кадре захватить объектов, движение получается лучше. Но если вы снимаете просто для себя, плавно перемещаетесь по полю, а вокруг чего-то облетываете, то уайт дает лучшую картинку. Иногда лучше даже использовать линеар. В некоторых камерах такое есть, в некоторых нет, но в GoPro, как видно, есть классная тема, когда вы меняете угол обзора камеры. Дальше стабилизация, но это уже зависит от того, что вы будете использовать. Либо вы используете встроенную стабилизацию в камерах, либо отключаете ее полностью, чтобы использовать какую-то другую стабилизацию. Но в данном случае HyperSmooth от GoPro работает очень даже неплохо. Ну и дальше здесь включаете ProTune, который используется для того, чтобы настроить все остальные параметры. Как видно, параметров стало гораздо больше, они здесь появились. Так, ну для начала, опять же, посмотрим то, что мы поставили наверху. 2.7К, 25 фпс. 25 фпс, значит, что у нас шаттер спид должен быть по-хорошему 1.5. Соответственно, крутим вниз и выставляем. Как видно, у нас уже картинка становится пересвеченной. Экспозиция компенсации в данном случае не работает, поскольку он ССО вручную выбран. Но в целом сейчас мы до этого даже дойдем. Автобаланс белого, автобаланс белого обязательно. В 90% случаев автоматический баланс белого просто портит картинку. Поэтому автобаланс белого убираем и просто выбираем из того, что он нам предлагает. Обычно в дневное время 5-5500 работает неплохо, но это зависит от того, опять же, какой у вас день, насколько он светлый, темный. В данном случае я думаю, что нам, например, 5500 подойдет нормально. Сегодня достаточно солнечно и достаточно яркий желтый свет. Автобаланс белого всегда нужно выставлять так, чтобы белое было белым, не желтым, не синим, а реально более-менее белым. И стараться именно выбирать такое баланс белого, чтобы это все выглядело пусть даже слегка теплее, но главное, чтобы оно не выглядело холодной. Потому что холодная картинка, хотя это, наверное, дело вкуса, но мне, например, картинка не нравится такая. А дальше ISO минимальная всегда ставится 100, максимальная выбирается по ситуации. Обычно ставится либо 100, либо 200. В редких случаях ставится также 400. То есть, если вы ставите ISO 100, то, значит, камера всегда показывается одинаковой экспозиции, она всегда показывается одинаковой освещенностью. Если у вас, например, пасмурный день, то это самое оно. Если вот как сегодня, то есть сзади яркое солнце, то, скорее всего, придется поставить ISO 200, чтобы напротив солнца ISO могло немножко опуститься вниз до 100, а в темных участках поднималось до 200. Иногда здесь можно поставить 400. Но в вечернее время здесь уже сказать нечего, добавить нечего, просто придется реально поднимать ISO. А если вы снимаете реально какие-то вечерние гонки на машинах, например, или что-то такое, или какой-то экшен, то придется уж поднимать здесь ISO, и что нужно ничего не поделать. В дневное время старайтесь не подниматься выше 200. Ну, в детских случаях 400 тоже оптимально. Резкость ставится либо хайп, если вы не хотите париться потом, на пост продакшене либо low. При этом всем напоминаю, что если вы используете low, вы всегда в пост продакшене можете накрутить на medium или high, то есть сделать картинку более резкой. Если уже вы используете сразу high, то потом на пост продакшене ничего крутить не сможете. Сделать картинку менее резкой сложнее, чем сделать обратно резкой. Поэтому зачастую здесь используется режим либо medium, либо low. Я ставлю обычно low, и потом на видеоредакторе просто докручивать так, как мне нужно. Ну и последнее, что здесь осталось, это цвета. То есть обычно здесь стоит, по-моему, GoPro цвета, то есть они более насыщенные, более контрастные. Я всегда ставлю flat, потому что, ну, мне кажется, что так я получаю большую гибкость в настройке цветов. Картинка выглядит менее сочной, но зато ее легче поднастроить. Микрофоны в данном случае, я думаю, вам без разницы. Если не записывать какую-то, не знаю, качественную музыку, то тогда можно, например, включить чисто стерео. А так он будет использовать шумоподавление против ветра, нормальная тема. Ну, то есть стандартно работает вроде как неплохо. Все, больше здесь там ничего настраивать не надо. Возвращаемся обратно, и картинка слегка пересвечена. Что же делать? Для того, чтобы картинка на GoPro не была пересвечена, используются ND-фильтры. Это затемненные стекла, как я уже говорил, которые позволяют ограничить количество света, поступающего на матрицу. В данном случае у меня GoPro 7, и на ней очень хорошо придумано то, что у ней сменные линзы. Оттягивайте переднее стекло на себя и крутите влево. После этого снимается верхняя панель. Как видно, остается чисто у нас линза, и все крепление под эти все дела. Давайте включу вам запись, чтобы вы посмотрели, как выглядит. Сейчас картинка выглядит вот так вот. Ну, очень пересвечена. Слегка в тенях даже пересвечена, поэтому я думаю, это совсем не то. Давайте попробуем поставить фильтр, например, ND-16. Я думаю, оно сегодня очень прям светло. Вам нужно посмотреть и вверх, и вниз. То есть и в темной области, и в светлой области. Вот светлая область, ну, пересвечена. Темная область, ну, там еще очень много деталей. То есть темная область выглядит слегка пересвеченной так же. То есть я полагаю, что мы можем взять и поставить еще более темный фильтр. То есть давайте попробуем поставить ND-32. Соответственно, нет такого, что какой самый популярный фильтр для того, чтобы использовать, например, на квадрокоптерах или что-то такое. Каждый раз, когда вы используете фильтр, вы используете фильтр немножко другой. В зависимости от того, какое у вас освещение. Просто нужно учитывать, какие у вас дни в вашем регионе. Например, если у вас сейчас, например, пасмон, то, наверное, хватит ND-16 или ND-8. Если у вас, например, очень много солнечных дней, то ND-32 часто будет нужен. Пасмон до дней 8-16. Ну вот, ND-32. Смотрим на солнце. Ой, хорошо. Сейчас небо вот прорисовано как надо. То есть оно слегка светлее. То есть вот вокруг солнца видно ореол. Тени. Тоже нормально. И вот это вот сейчас именно то, что нужно. Получается у нас красивая картинка. То, как надо все это дело выглядит. У нас появляется такое небольшое размытие в движении. Но в целом картинка выглядит прилично. Соответственно, после этого вы можете брать эту камеру, ставить на ваш аппарат, на дрончик, подвес, самолет, планер и так далее в любое место. И снимать уже качественный видос. Сейчас у нас, напомню, стоит ISO от 100 до 200. Как видно, если мы поднимаем вверх, становится картинка чуть-чуть темнее. Это срабатывает ISO 100. Когда мы опускаем вниз, картинка становится чуть-чуть светлее. Это ISO 200. То есть у нас получается и вот эти тени хорошо выглядят. И когда мы поворачиваемся против солнца, чуть-чуть затемняется картинка. Но не так, как если было бы в автоматическом режиме. Вот так выглядит наша картинка в обычном режиме. Как видно, во-первых, увеличилась контрастность довольно сильно. Ну, кроме того, сильно темнеет картинка, когда смотрим на солнце. Смотрим вниз, она, ну вот, видно, как переход очень большой. Смотрим в тени, картинка сильно осветляется. Смотрим наверх, картинка сильно затемняется. Вот здесь вот тени тоже не всегда хорошо прорисованы. Кроме того, отсутствует вот это вот самое размытие в движении. Как видно, картинка просто обычная. Абсолютно обычная. Нет никакой красоты, кинематографичности, еще чего-либо. То есть обыкновенная картинка такой, какой вы привыкли видеть ее с обычной экшн-камерой. То есть вот в таком формате снимает камера в стандартном режиме. Конечно, здесь немножко лучше с контрастностью. То есть если без покраски использовать этот футаж, выглядит немножко по приколе именно по цветам. Но насколько это все органично и синематографично, так сказать, по киношному выглядит, сказать сложно. Наверное, ну, скорее так себе. Да, друзья, теперь немножко поговорим о фреймрейте. Фреймрейт это вообще дело такое. Фреймрейтов, то есть это количество кадров в секунду, есть огромное количество. То есть начиная от совсем низких, там 16-18 кадров в секунду, до каких-то высокоскоростных камер, которые снимают там 60 тысяч кадров в секунду, 100 тысяч кадров в секунду, ну и так далее. В стандартных камерах, которые используются в потребительском сегменте, это 24, 25, 30, 50, 60 фпс. То есть кадров в секунду. Это означает, что вы можете такое количество кадров записать в секунду. Обычно это имеется в виду, ну, в современном мире прогрессивная развертка, то есть целиком кадров. Не полукадров, как это делается, например, в телевидении, а целиком кадров. То же самое GoPro, например, тоже огромное количество фреймрейтов. Если посмотреть, фреймрейт, доступный на 2CNK, то тут 5 вариантов. И это всего лишь PAL. То есть камера настроена на PAL. Все раскадровки кратны 25. Также, если вы переключите в NTSC формат, то там будет, естественно, все кратно 60. То есть 24, но 24 остается всегда 24. Потом 30, 60, 120 и 240 кадров в секунду. С другой стороны встает вопрос, в чем же снимать и что лучше? На самом деле, опять же, дело вкуса и каждому свое. Зависит, опять же, от того, где вы это будете применять. Для себя я решил, что я буду использовать исключительный PAL во всех камерах, по крайней мере, стараться, потому что это действительно спасает от большинства проблем. Раньше, когда телевидение везде аналоговое было, там были телевизоры на лампах, частота основная задавалась частотой электросети. Поэтому, если вы поставили бы какую-нибудь другую частоту на старых телевизорах, предположим, да, вместо стандартных 50, там, в Европе, против тех же самых 60, которые используются в Америке, то у вас начала бы моргать картинка. Поэтому в Европе и в странах СНГ в большинстве принят стандарт 50 Гц электросети. И несмотря на то, что, как бы, время идет вперед, традиции остаются там же, где и были, ну, плюс-минус ничего не поменялось, то есть традиции остались, и все так же в странах СНГ и Европы снимается все, 25 кадров, в США все так же 30. Если по полукадрам считать, то получается 50 полукадров в Европе и СНГ, и 60 полукадров в Америке и, там, частично в Азии. Для того, чтобы снимать, например, лампы, ну, сейчас уже это меньше, поскольку ламп накаливания меньше, а светодиодные лампы работают немножко по другому принципу, но, тем не менее, для того, чтобы, например, на улице снимать, нужно обязательно ставить такую частоту, какой является частотой вашей электросети. В Европе и СНГ это 50 Гц. И поэтому я для себя не вижу никаких плюсов в выборе 60 фпс. Зачастую вообще нужно ставить 24 фпс, если вы хотите именно кинематографичные картинки. Есть как плюсы у этой теории, так и минусы. Плюсы, ну, это выглядит просто так прикольно. Минусы, это, конечно же, устарело. Но, с другой стороны, то, что она устарела, не значит, что она выглядит хуже. Она выглядит примерно так же, как и выглядела, там, 30 лет назад. Как это все выглядит, как раз исходит из-за скорости затвора, которая кратна 24, то есть 1,48 секунды, либо 1,50, ну, там разница микроскопическая, и 24 кадра в секунду. 24 кадра в секунду это еще старинный формат, когда только переходили от немого кино к кино со звуком, еще ЧБ было, потом добавили цвет и так далее. В общем, с тех пор застолбилось так, что 24 кадра в секунду это кинематография. Есть, конечно, примеры, когда в современной мере также и снимали уже сбори, эти высокую частоту кадров, те же, например, Питер Джексон, по-моему, снимал последние эти свои фильмы, как они, Хоббита, снимал 48 кадров в секунду, то есть вдвойная частота. Все окончилось тем, что некоторые сцены остались 48 кадров в секунду, другие были переконвертированы в 24, потому что, ну, не то ощущение, не то ощущение, все равно человек как привык, кино воспринимается по-другому совсем. Она выглядит как дешевый сериал по телевизору, не как кино. Соответственно, если вы хотите получить картинку красивую, стоит все-таки снимать 24-25 кадров в секунду. Ну, скорее даже так, советуют, если вы используете обычные, только обычные камеры, любые комкордеры, которые могут использовать 24 кадра в секунду формат, то используйте 24 кадра в секунду, если вы не спланируете снимать что-то замедленное, например. Потому что если вы снимаете в реальном времени, 24 кадра в секунду – это то, что вам нужно. С другой стороны, для себя, почему я не снимаю 24, а снимаю в 25? В 25 я снимаю потому, что камеры, которые мы используем, я все их настраиваю на PAL. Соответственно, в них 50 полукадров, 25 полных кадров, и ДВРки пишутся со скоростью 25 кадров в секунду. Писать ДВРки скоростью 24 кадра в секунду заставить невозможно, поскольку там 25 полных кадров. Это все эти рекордеры, которые записывают эфир в наших очках, предположим, записывают в 25 кадров в секунду. Я решил для себя, что 25 кадров в секунду – это ближе гораздо к 24, то есть к тому, что мне нужно. Когда мне надо, я могу использовать 50, то есть более какие-то плавные пролеты, чуть больше кадров, чуть больше информации. Это хорошо совместимо со всеми камерами, которые снимают в PAL-формате, то есть всегда будет 25. И, кроме того, совместимо с ДВРками, которые мы используем очень часто. Если вы берете 30, начинается много вопросов. Есть один единственный плюс, который со всего этого присутствует. Я поговорил с ребятами, которые занимаются видеографией, у меня есть знакомые, и единственный плюс NTSC для них, особенно для тех, кто снимает в экшен, например, вот мой коллега, который брал прошки, при использовании, например, 200 FPS в PAL-е, то есть кратно 25, в 8 раз больше, а в NTSC 30 на 8, это будет 240 кадров в секунду. То есть вы можете еще дополнительно на 20% замедлять это все дело. С другой стороны, насколько часто я использую замедление, например? Ну, да никогда. Я никогда не использовал замедление, поэтому я считаю, что оно мне это не нужно. Кроме того, у NTSC, зачастую камеры не предназначены для того, чтобы у них был разный битрейт на разных форматах. То есть PAL и NTSC всегда одинаково. Предположим, вот, ну, GoPro снимает, я не помню сколько, но предположим, 100 мегабит она снимает в PAL и в NTSC. Предположим, там 50 кадров в секунду, там 60. Соответственно, напрашивается логический отсюда вывод, что на PAL у вас на каждый кадр остается больше информации, потому что 100 делится на 50. Получается, по 2 мегабита в секунду у вас уходит на 1 кадр. Если же вы снимаете в NTSC, то 100 делится на 60, получается 1,6 мегабита в секунду уходит на 1 кадр, что получается на 15% меньше. То есть в каждом кадре, который снимается в NTSC, на 15% меньше информации закодировано. Учитывая, что битрейт и так не очень большой, это не SSD, где огромными массивами пишется RAW, какой-нибудь огромный файл с терабайтами, здесь маленький флеш, который медленную скорость записи имеет, поэтому они не могут записывать лучше. Соответственно, лучшее качество вы получаете, снимая с меньшим количеством кадров. Получается, 50 кадров в секунду дает лучшее качество картинки. Кроме того, есть еще один интересный момент, давайте уже покажу здесь на компьютере. Я сейчас открыл проектик и добавил сюда 3 файла. Это, например, файл с ранком сплита. И если мы посмотрим его в настройке, то здесь у него фреймрейт ровно 60 кадров в секунду. Предположим. Предположим. С другой стороны, не все камеры, которые пишут 60 или 30, снимают 60 или 30. Возьмем ту же самую, например, шестерку, которую, например, давал коллега, вот как раз на вылете, и посмотрим, какой здесь фреймрейт. Здесь фреймрейт 29.97. То есть, это не ровно 30, это 29.97. И получается, что у нас начинают вот кадры не стыковаться. Также здесь происходит 60 FPS. Это будет не 60 FPS, а 59.94, по-моему, что-то такое. И получается, что у вас всегда будет оставаться какая-то маленькая часть кадра, которая, но не стыкуется немножечко. Зачастую, если вы, например, смотрите телевидение, например, США, изначально лента была записана, там, например, 29.95, они показывают в 30, они просто ускоряются. Они просто реально ускоряют, и получается, по факту, что фильм, например, идет не 90 минут, а 89 там с чем-то. Там буквально несколько секунд разница, тем не менее, есть нестыковки. Аналогичная ситуация происходит и у нас. У нас есть, например, два футажа, один из них 30 кадров в секунду, другой 29 и 97, где-то начнут выпадать кадры. В то же время 25 кадров в секунду, она всегда 25, там нет 24, 97 или что-то такое, поэтому 25 всегда 25, 50 всегда 50, вне зависимости от камеры. И получается, когда вы кидаете весь материал, который у вас есть, обычно, ну, у меня, например, когда я заготовлю ролики, 3, 4, 5 камеры, иногда, бывают вместе, да, то есть различных источников данные выходят. И, например, у меня лишь два варианта, 25 фпс, либо 50 фпс. Для 50 фпс, 25 просто будет, каждый кадр повторяется по два раза, ничего не поменяется. Если же вы снимаете на 60 фпс, то нужно быть очень осторожным, потому что там может быть много вариантов. Там может быть 29,9, там может быть 30, 59,9 и 60, то есть 4 варианта. И как они друг с другом будут складываться в конце, очень сложно представить. То же самое случилось, например, в предыдущем видосе. Я думаю, не думал, что прям столько народу много заметит, потому что для меня это заметно, конечно, но я закрыл глаза и все, ладно, мы просто стабилизацию и тестируем. Но люди заметили, что видео идет рывками. А знаете, почему это происходит? Потому что предыдущий ролик рендерился с двумя различными файлами, то есть там были файлы и на 25 фпс, и на 29,97. С камер-коллеги, которые снимают типа в слоу-мо и замедляют их больше и так далее. В том видео, где больше частота кадров, на каждой шестой кадр, в первом видео, где меньше частота кадров, кадра просто нет. И получается, там идет 5 кадров, здесь 6, здесь 5, здесь 6. И получается, как это все дело не с компону, и в любом случае будут пропуски. Еще там предлагали, например, заниматься Optical Flow. Если вы не знаете, такая технология, которая позволяет из любого фреймрейта сделать практически любой другой, просто за счет того, что генерироваться будет изображение дополнительно. То есть компьютер будет пытаться сгенерировать продолжение изображения. Очень много занимает ресурсов. Если обычно мой видос на 20 минут рендерится примерно там час-полтора, то такой видос рендерится часов 4. То есть это реально гораздо больше нагрузки на процессор идет, потому что он реально пытается все это просчитать и предсказывать траекторию движения пикселей. Очень сложная технология. Как пример, я накинул технологию Optical Flow на небольшой кусочек с предыдущего видео. Все это работает неплохо, когда объекты перемещаются далеко от вас плавно по кадру. Тогда компьютер успевает генерировать изображение, более-менее качественно это выглядит. Особо не придраться. Да, технология работает неплохо, но стоит появиться объектом чуть поближе, а при полетах на дрончике такое происходит, ну, по крайней мере, у меня, я летаю обычно близко к земле между деревьев, то технология не работает. То есть давайте возьмем кран, вот я как раз смотрел кран. Ну, во-первых, вот здесь вот сразу вдоль грани видно, что очень сильно какие-то искажения тут. Вот здесь контейнер туда-сюда гуляет. Посмотрите на этот фонарь, который непонятно каким образом выглядит, то есть плохо. Здесь тоже вот сзади синий контейнер то появляется, в кадре то пропадает. Короче, дело такое, Optical Flow работает, ну, в редких случаях для, именно для FPV полетов нормально. Когда вы летаете близко к объектам и каких-то тесных кривых летаете, это все не работает. Выход из этого самый простой. Просто используйте PAL. PAL настолько лучше, он у него настолько меньше геймора, работает всегда, работает стандартно. Очень легко скелиться, любой формат, 25, 50, 100, 200, 400, 600, хоть сколько FPS ставь, оно все делится друг на друга и очень четко работает. Здесь нет никаких подводных камней типа 29, 95, 60 ровно, поэтому здесь особо никаких проблем практически не бывает. Кроме этого, давайте немножко покажу, как происходит цветокоррекция. Сейчас вы добавили, например, ролик на ваш таймлайн, и в данном случае это вот как раз ролик, который с GoPro 6 был записан. Остальные давайте мы ролики сейчас отсюда уберем. Ну, вот здесь вот картинка достаточно серенькая, обычно используется вкладочка Color, либо я отдельно ввожу плагин на отдельное окошко. И, в общем-то, здесь дальше мы крутим либо Basic Correction, если у вас есть какие-то прям основные проблемы, то есть, если у вас, например, пересвечена картинка, можно сделать темнее, светлее. Также можно сделать какие-то небольшие корректировки, если у вас, например, небо слишком засвечено, вы можете чисто вот цвета убавить. Как видно, низ особо не меняется, но небо становится очень очерченным, и это хорошо работает, особенно, когда вы снимаете во Flat, то есть, в плоскую картинку получается, и здесь очень много это все во все стороны тянется. После того, как вы более-менее здесь сделали то, что вам нужно, переходим к следующей вкладке, это Creative, и здесь вы можете немножечко поднастроить, как это все выглядит, то есть, именно накинуть цвет окора. Сначала чуть-чуть приближаем, смотрим на резкость. Резкость у нас, в принципе, достаточно, и здесь есть ползунок резкости, вы можете чуть-чуть сделать это резче, но вот так это, конечно, уже совсем плохо. Ну, вот, скажем, мне бы устроило как-то вот так. Ну, то есть, это минимальный, вот я накинул 15, да, скажем, предположим, и выбираем отсюда какой-нибудь лук, предположим. Ну, у меня здесь несколько своих и также огромное количество встроенных. Ну, например, возьмем какой-нибудь Gold Rush. Во! Картинка сильно поменяла, она стала более драматичной, немножко синего появилась в цветах. Легко проверить это, отключив вот эту галочку. Смотрите, насколько поменялась картинка. Уже выглядит как-то по-киношному, уже немножечко лучше. После этого вы можете добавить или убавить количество эффектов, то есть, можно больше добавить. Это как фильтр в Инстаграме. В принципе, вы здесь можете побольше, поменьше выбрать и так далее. Но после этого вам не нравится, например, то, что небо у вас не синее, а какое-то слегка салатовое. Вы можете зайти в Hell as Secondary, то есть, это дополнительная корректировка цветов и выбрать цвет, который вам нужен. Например, уберем голубенький, да, то есть, подкручиваем так, чтобы у нас осталось только небо, предположим, и крутим в ту сторону, которая нам нужна. Вот, предположим, ну, где-то вот, хочу, земля тоже стала слегка светловато. Я так полагаю, нам нужно освещенность чуть поправить. Вот, типа, вот такого. Теперь наш пресетик только на небо работает. Соответственно, как видно, у нас небо становится не зеленым, а синим. И получается такой, реально, голубенький, такой прикольный пресетик. Обратно все скидываем на заводские стандартные настройки. Для чего это показывает? Для того, чтобы иногда бывает такое, что вы, например, у вас в кадре, например, вы, да, или что-то еще другое, которое вы хотите, чтобы выглядело определенным цветом, а после применения лута, то есть вот лука, который здесь используется, например, выглядит не совсем так, как вам нравится. Поэтому используйте дополнительно вот эта вкладочка, которая позволяет немножко поднастроить дополнительные цвета, которые были немножечко испорчены, например, не совсем подходящей таблицей. После того, как вы закончили с покраской картинки, то есть она вам нравится, она выглядит так, как нужно, в общем-то, вы выбираете футаж, который вам нужен, предположим, я хочу вот именно этот отрезочек. Выбираете файл, экспорт и медиа В любом случае сохраняете в H264 Есть у некоторых возможность сохранять в H265 Наверное смысла на данный момент нет Потому что аппарат на он мало где поддерживается На данный момент все еще И лучше наверное H264 Работает точно везде и всегда хорошо Аудио обычно трогать не приходится Там всегда стоит 48 кГц Больше здесь настраивать особо нечего Приходим обратно в видео и смотрим Размер картинки Зачастую картинка у вас будет например в Full HD То есть здесь будет написать 1920 на 1080 И по факту когда вы например загружаете на YouTube У вас будет хуже картинка Это на самом деле небольшой такой трюк Который позволяет немножко улучшить качество изображения За счет того что вы загружаете с более высоким качеством Соответственно вам дается немножко другой кодек На обработчик на загрузке на YouTube И потом картинка в целом сыпется меньше Соответственно я всегда использую теперь 2.7К Но у меня сами файлы получаются такие И они позволяют лучше и правильнее обрабатываться YouTube Но это зависит опять же от того куда вы это все по факту будете загружать Если вы будете загружать например на флешку То вам на самом деле без разницы как здесь сохранять Сохраняйте их наверное ближе к тому что у вас в оригинале Чтобы не потерять ничего и дополнительно тоже не растягивать картинку Я сохраняю в том же формате который у меня есть То есть вот Source То есть 2704 на 1520 50 FPS Отлично Как видно здесь эти все параметры уже прописали Все верно Дальше Bitrate Bitrate опять же зависит от того куда вы будете загружать Если вы загружаете на флешку например то там ну можно загрузить любой Bitrate То есть можно выбрать 60 например И у вас будет отличное качество Хоть и файл будет большой размер иметь Но с другой стороны качество будет высокое С другой стороны если вы например используете это все дело на YouTube То зачастую обычно выше 20 Мбит или там до 30 Мбит Разницы никакой нет Потому что YouTube это все сожмется в любом случае до 8-10 Мбит И там будет уже качество в любом случае кака Кроме того количество проходов обязательно ставим два прохода Потому что с двумя проходами получается Первый раз анализирует файл И смотрит общую как бы тенденцию движения в пикселе Куда что там двигается Во второй проход он еще раз анализирует файл И уже начинает собирать это все дело в кучу То есть в один цельный файл За счет этого повышается эффективность Повышается компрессия То есть как хорошо он сжимает То есть получается у нас данных на выходе окажется больше При том же самом битрейте И качество ей будет лучше Ну и последний обязательный пункт это GOP То есть насколько далеко фреймы стоят друг от друга Я думаю многие знают что каждый кадр не рисуется отдельно А лишь дописывается в него информация о том Куда какие пиксели с прошлого кадра передвинулись Это позволяет сильно уменьшить вес файлов И оставить неплохое качество Тем не менее в какой-то момент также должны быть и цельные кадры Где полностью все пиксели отрисованы правильно и сохранены В данном случае вот этот параметр отвечает именно за это Насколько часто будут прописаны цельные кадры в ваш видеофайл Я обычно ставлю 25 потому что именно так просит YouTube ставить Но если вы загружаете опять же на другие какие-то форматы Загружаете на DVD плеер, загружаете на флешку, на телефон и еще что-то Смотрите рекомендации разработчиков приложения где вы это будете использовать и так далее Потому что это скорее зависит от плеера Как он будет в это дело воспроизводить И может быть ему хватит если у вас будет 50 Потому что чем дальше фреймы друг от друга стоят цельные Тем меньше немножко весит файл и тем быстрее немножко это рендерится Так, ну и давайте почитаем пару комментариев Сегодня будем читать комментарии под роликом про Tango 2 плюс мультипротокол Где мы добавляем мультипротокол к Tango 2 То есть сделали это апус совместимым практически со всеми приемниками Которые существуют на данный момент Итак, Лук Вик, мне кажется, что Tango 2 берут Мне кажется, что Tango 2 берут люди, которые уже знают, что им нужно А эти танцы с бобом ни к чему Вообще, да, я считаю, что Tango 2 люди берут уже тогда, когда не знают, что им нужно И по большому счету это все Я просто показывал на примере Tango Как можно подключить к любой аппаратуре любые приемники Точно так же вы можете подключить, например, к обычному Таранису Какой-нибудь Dragon Link, предположим, поставить это к какой-нибудь палке И на 433 МГц там шарашить на 200-300 километров Ну, предположим, да Или у меня недавно спрашивали, как подключить, например, к старой FUTAB Новые приемники от F-Sky или от F-Sky или любые другие Точно такая же технология Вы берете один приемник, подключаете к нему передатчик и передаете дальше Сейчас эти мультипротокольные модули, которые Jumper выкатила Ну, и сейчас там несколько других аналогичных на STM-овских процессорах Где все сразу внутри уже есть Это вообще намного упростило всю эту рабочую схему И теперь это все действительно делается за вот так вот В течение 10 минут вы собираете ретранслятор, который работает с любыми аппаратурами В две стороны И с этой стороны можно любую подключить И с той стороны Пруденский, Аник, ну все через POPO ТБС-купустили возможность стать самым главным поставщиком аппаратур Даже у X-Lite проще А они и не пытались, понимаете, друзья Тут они не старались сделать лучшей аппаратурой на рынке То есть это не та аппаратура, которая нужна каждому Многим, например, это, наверное, избыточно Такое им раньше не нужно Это именно компактная аппаратура С встроенным Crossfire То есть с дальнобойным модулем, который бьет, ну вот в таком формате до 50 км Для меня это, наверное, одна из самых удобных аппаратур, которые я держал в руках Именно по охвату Плюс к тому, она выполняет все, что я на нее возлагаю То есть мне не нужно с собой дополнительные модули таскать Дополнительные антенны таскать Зарядку там еще как-то подключать странным образом Потому что вот на Horus меня это выбешивает Зарядка так неплохо работает Диагендок изоленту наклеил под стики, чтобы не царапали корп Продуманная аппа Ну дальше, проб ваш сервис Хорош форская хейтить Нормально работать, если не скакать по апам и модулям Ну, просто вот здесь вот статистика играет роль Когда ты работаешь, например, там с одной аппаратурой и тремя квадрокоптерами, которые у тебя есть Все нормально может работать у тебя Как минимум 2-3, может быть, раз в год У меня какие-то аппаратуры новые на тестах и так далее Я, как человек, через которого проходит больше, чем, не знаю, 30 приемников в год Я могу сказать, что уровень брака высоковат То есть я хочу, чтобы это все работало вот так Я вставил, оно работает Постоянно вырезают эти проблемы И хотелось бы, чтобы это все просто работало А если оно не работает 30 раз из 30 или 100 раз из 100 То я поэтому, как бы, вот, соответственно, реакция такая Антиблок, PPM имеет задержку, пиар-компания как-то выбор Ну ладно, про пиар-компанию В любом случае, PPM, друзья, имеет задержку от 25 до 30 миллисекунд, что-то такое При этом все, ну, для меня это чувствуется Особенно, когда летаешь чуть агрессивнее Мои знакомые, которые летают просто со мной для фана Ну, они не спортсмены Они просто вышли для себя, собрали коптеры и гоняют по кругу Они этой задержки не замечают Тот же Вася летал на моих ретрансляторах с Crossfire Stango И никаких проблем он не замечает То есть для него это нормально, в принципе Естественно, на таком модуле, как если вы азартный гонщик И гоняетесь на треке, и боретесь за миллисекунд Наверное, смысла нет Такую модуль вставить Но если вы летаете для себя, для фана Для мелких каких-то аппаратов, для самолетов Так-то вообще задержка в 30 миллисекунд не чувствуется Александр пишет По-моему, проще сразу готовый джампер использовать, чем такой колхоз А вот в обратном порядке, чтобы с 2.4 управлять Crossfire Имеет такую штуку смысл сооружать Наверное, тоже один из вариантов Но в таком случае у вас пропадает телеметрия А телеметрия достаточно интересный и полезный пункт Который в Crossfire, кстати, работает достаточно неплохо Он передает достаточно на большое расстояние Большой пакет данных Поэтому, если вы хотите с телеметрией летать То, наверное, лучше все-таки подключать напрямую Ну, а по поводу того, что проще готовый джампер взять или использовать Ну, наверное, проще Но, с другой стороны, вы не получаете тех компактных габаритов вот этой всей связки Джампер Т-12, например, если взять То там, конечно, качество не то А джампер Т-16 аппаратура в разы больше, чем Танго 2 Поэтому, каждому свое Кому-то важнее компактность Кому-то, ну, чтобы оно работало сразу Если вам просто важно, чтобы оно работало Компактность вообще без вопросов Ну, да, то, наверное, просто чуть-чуть реально Радить какой-нибудь джампер Т-16 Либо радиомастер Кстати, радиомастер, по-моему, уже отправили Который Т-16X, что ли, назывался Или Т-X-16 Ну, в общем, едет, едет, ребят Ну, и последний, давайте, коммент А Андрей Жук, небракованный Ну, это то, что я говорил, что приемник бракованный Пишет Эти SPI-приемники под F-Sky, то еще ГГ Ну, это то есть приемники, которые встроены в плату И обращаются без UART-а А через SPI напрямую с полетным контроллером Пишет, что failsafe в 20 метрах То есть потеря сигнала Антенну менял Результат тот же Пришлось зубочистку как-то уменьшать R-XSR Ну, это другой внешний приемник Конечно, можно внешний приемник поставить Но внешний приемник это денежка Денежка, друзья Если у вас один VOOP То это вообще без вопросов Просто ставим внешний приемник Какой бы там ни был Либо под Crossfire, Crossfire Под Offer Sky, Offer Sky Все, забыли вопрос Но здесь у вас лупа 3, 4, 5, 10 Люди, у которых есть финансы, чтобы свободные Которые они могут потратить на хобби И они реально могут купить себе 5, 6, 7 маленьких лупчиков И если в каждом из них потом начинать менять приемники Становится, ну, дороговато, скажем так Даже если приемник какой-нибудь там дешевый по 10 баксов Все, если понравится Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Смотрите мои другие видео И заглядьте в описании В описании оставлю ссылочки на ND-фильтры Которые мы сегодня использовали В остальном, ну, это стандартная связка То есть GoPro, ND-фильтры и немножко настройщик На этом уже все Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok